Наши предки приехали из Западной Армении в 1828 году. Они приехали, со мной привезли вот этих гуджуджах, или как называется, каурма. Они сидели возле моста, им очень понравилась эта деревня, говорят, мы здесь будем остановиться, что ты здесь. Они сидели там, потому что на дороге больше ничего не было, ели ездить к каурму, и назвали, давай и называем село Каурма. После революции люди сделали колхозы, собирались все колхозы, работали колхозы. Право Советского Союза привел к этому катастрофическому нашему деревню. Они забрали наши пастбищные земли, где Сенокольцы, пастбища, все, того, что наше население мало численности. И нас, наших, там не работали райкомы, и кто что мог, сделали наши земли. Людям не спрашивали, они сейчас все могут сказать, так получилось. Они требовали большие суммы денег, чтобы противозаровать землю. И объяснили, что ваша земля вот кусками, так не можем, надо определенно сделать там гектара, три, четыре, пять и сделать собственно. Они специально сделали маленькими кусками, чтобы потом противозаровать. И так и получилось. Нам обманули, что в 12-м году были противозированы наши земли. Оказывается, они каждый год противозируют наши земли. И каждый год делают новую информацию, мы получаем. То это столько получили, то другое. Нету перспективы. Работчего места нету, негде работать, люди держатся за счет этих скотин. И если все не возят оттуда, они жить не будут здесь. У нас было 150 населения, теперь осталось 60. Вы поймите правильно, если эти земли тоже отбирать, эти 60 тоже не останутся здесь. Где они уходят? Они в Россию, что куда попало. Рыба ищет, где лучше, а человек, где лучше. Будут уходить. А старые, что делают? Узнали тогда, когда мы поехали там в Сенагоз. А там приехал собственник какой-то с милиционером. Давай загоняли наши земли, наши участки, которые каждому по населению было 0,50 гектара. Пол гектара земли каждого члена земли раздали там. Когда это было? Это было где-то в 2012 году. Раздали эту землю. И так и оставался. Люди не противизировали ничего. Они думали, что это их земля. А есть деревья, которые по 10 гектаров имеют население. Им не трогали. Самые слабые места нашли в нашу деревню. Так же, когда я был представителем колхоза, здесь, в райкоме, мне сказали, давай будем сделать собственность. Мне и тобой будем использовать. Я отказался. Говорил, наша деревенская земля. А народ, что будет делать? И так мы оставили. А потом пришлось время, что от нас отняли эту землю. Кто отнимает союз? Какие? Отнимали. Там наверх в руководстве сидели разные люди. Каждому, что приходило продавать какой-то участок, они указывали на карты вот это государственная земля. Вот это столько платишь и купишь. А нам предлагали говорить за гектар 1000 долларов отдайте и покупайте. Допустим, если есть 140 гектаров лишних, что они противизировали, одна из каждых гектаров 1000 долларов бросит. А у кого есть, если народ безработен? Как они могут давать столько землю? И сколько лет они будут там гасить, чтобы за гектар 1000 долларов вышло? И привозить сейчас корючее, дорого, механизация, все дорого. И возить даже оттуда, возить тоже невеганно. Но все равно людям надо, чем как-то жить. Они покупали 1000 лари? 1000 долларов. Они покупали за копейки или за даром. За даром. В прошлом году нам предлагали 1000 долларов за гектар. Это в аренду? Да, в аренду. А им отдали без копейки. Я не знаю, копейкам или без копейкам, я не в курсе, не могу клеветать. Потому что просто так землю не отдают. Они, наверное, взяли и отдали. Они идут в участки, продают частям, у кого есть фермы. Они в прошлом году Пашу Хончалейскому продали, там где-то гектаров 60. Он нас выгнал оттуда. Час, который наш народ гасил, благодаря меня, то, что гасили, возили, то, что они не успели гасить, осталось им. А, в милицию поехали, говорят, вы собирайтесь, 40-50 милиционеров вооруженные придут и вас всем посадят. Тогда люди приехали за мной, я поехал, помирили. Они ничего не говорят. Допустим, подпись соберем, пойдем там. Они скажут, эта земля продана. Подойдите к суду. И все, больше ничего. А суд без основания, из рейсера должны отдавать нам документы. А кто против себя такой документ оттаскивает? Никто не оттаскивает, закрывает, говорит, обед не берешь. Если раз пойдешь и ничего не добьешься. Просто так таром будешь ходить, народом толпой туда-сюда, нет смысла. Надо такого юриста и адвоката, чтобы создавать комиссию и проверять их махинизацию и посмотреть, каким образом без видимо народа их землю продали другим людям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова